Добрый день! Сегодня на библейском портале Экзегет хотелось бы поднять тему, которая, мне кажется, важна и сейчас, и всегда. И тему, которая связана, с одной стороны, с Ветхим Заветом, а с другой стороны, как, мне кажется, вы сможете увидеть, она также, в общем-то, достаточно глубоко перекликается и с современными реалиями нашей жизни. Поэтому я бы мог тему этой беседы приблизительно назвать как, скажем, особенности геополитики Ветхого Завета, Ветхозаветного времени. Ну, поскольку понятие геополитики на самом деле является не таким уж новым, совсем не является изобретением века нашего, и большая игра, как это принято называть с легкой руки Киплинга, она совершалась и в Британии XIX века, и XVIII, и XX, но точно так же имела место на просторах Ближнего Востока во времена жизни царя Давида, царя Соломона, собственно, о которых мне бы сейчас и хотелось поговорить. То есть, это особенности геополитики применительно к царствованию, славному царствованию, знаменитого, не только причем по библейским источникам, хотя в первую очередь, конечно, по священному писанию, царя Соломона, мирного царя. История его, с одной стороны, блистательного царства, а с другой стороны, быстрого и сокрушительного упадка, той великой империи, которую создал этот знаменитый великий царь, и которая просуществовала, к сожалению, столь недолгое время. Буквально, как мы знаем, спустя несколько лет после смерти самого Соломона, она разрушается, разделяется на два царства, северное и южное, израильское и иудейское. И надо сказать, что это явилось, с одной стороны, конечно, действием промысла Божия и последствием праведных и неправедных поступков и самого царя Соломона, и его потомков, и вообще ветхозаветных героев этого времени. Но также, в общем-то, и если попытаться приблизиться к такому историческому контексту, который сопутствовал этим событиям, то, в общем-то, конечно, здесь еще можно достаточно ясно различить и вот ту самую большую игру и ту самую геополитику, которая проявила себя в истории Израильского царства. Мне кажется, что тема-то может быть интересна, актуальна, важна и сейчас, точно так же, как она занимала умы всех, кто читал Священное Писание на протяжении всех этих прошедших веков и, можно сказать, даже тысячелетий. Ну, так вот, если обратиться, собственно, к повествованию библейскому, вкратце пересказать священную историю, то мы знаем, что в X приблизительно веке до Рождества Христова, во-первых, возникло совершенно новое такое образование на геополитической карте тогдашнего мира. Возникло единое царство 12 колен Израилевых. Ну, мы, конечно, понимаем, что в первую очередь для того, чтобы это произошло, привожил свои усилия и первый царь 12 колен Саул, и в особенности святой царь и псалмопевец Давид. Ну, а наивысшего расцвета это единое царство, которое под таким именем и осталось, вот, характеризует целый период священной истории в памяти потомков, наибольшего расцвета это единое царство достигло при царе Соломоне. Но вместе с этим расцветом царство под правительством Соломона, оно уже и несло к себе, к сожалению, и те семена, и те причины своего упадка, которые не замедлил обнаружить себя уже к концу царствования блистательного Соломона. Почему это произошло? Ну, вообще, конечно, во многом это произошло вследствие того, что цари Израиля как раз-таки слишком увлекались вот той самой геополитикой. Они строили свое государство не на тех основаниях, которых, наверное, ожидал от своего народа Господь. Ну, отступление, собственно, произошло еще, как мы знаем, при пророке Самуиле, когда народ израильский отказывается от теократии, которая существовала в течение долгого периода Судей, когда Господь непосредственно управлял своим народом через своих пророков. Но, как мы знаем, народ пожелал иметь царя, который бы ходил перед ними, водил их военные походы, подобно прочим народам. И когда Самуил со скорби обращается к Богу, то Господь отвечает ему страшными такими словами. Он говорит, не тебя они отвергли, но меня. И вот здесь уже крылась, наверное, самая важная основа последующих политических неудач, ну, собственно, как и политических взлетов этого единого царства, которому должно было возникнуть трудами Сауда, Ида и Соломона. И вот невозможность, с одной стороны, жить по законам этого мира, по законам того мира, которого требовало погружение в геополитику, которого требовало как раз-таки то условие, выдвинутое о том, что хотим быть, как прочие народы, и в то же время реализовывать замысел Божий у 12 коленных Израиля, вот оно проявилось очень явно как раз-таки в царствовании царя Соломона. С одной стороны, он, конечно, необычайно вознес свое государство. Мы знаем о том, что он, во-первых, обогатил его. В каком-то смысле Соломон подобен где-то, может быть, в нашей истории Петру Первому. Только Петр Первый рубил свое окно в Европу на севере, колонизуя Невские болота и прорубая выход в Скандинавию, Британию и Голландию вот этим традиционным северным путем, будучи менее успешим на юге. А царь Соломон рубил свое окно в широкий мир на юге. Да, мы знаем, что для него царь Хирам строил флот, который снабжал построенное Соломоном царство всеми благами тогдашней цивилизации, доставляемой морской торговью. Тогда у богатых жителей Иерусалима и вообще всего царства появились ручные обезьянки, изделия слоновой кожи и прочие такие предметы роскоши, быта появились во множестве всевозможных пряностей. Ну и, конечно, золото. 666 талантов в год приносило эта международная торговля Соломону. Число это символическое, не раз еще, так сказать, аухнется нам в будущем. Это, так сказать, роковое сочетание трех шестерок. И царь Соломон, с одной стороны, он достигает определенной вершины экономического могущества, которую вообще когда-либо достигало государство, создаваемое евреями. Но, с другой стороны, на что же тратил Соломон все эти немыслимые богатства, которых было так много, что, по словам Священного Писания, и серебро почиталось, как простые камения в то время в Иерусалиме. Ну, в первую очередь, конечно, Соломон украшает свою столицу. Он строит величественнейший город, что, собственно говоря, из себя представлял город Иерусалим времен царя Давида. Да это маленький холм Офель. Собственно, небольшая горка, которая тогда называлась Сионом, находилась совершенно не там, где располагается в представлении наших паломников нынешний Сион, то есть не с западной стороны Иерусалима, не в той части, в которую сейчас ведут паломников и туристов, показывая им Сионскую горницу. Отнюдь нет. Город Давида – это был такой небольшой, крутой холм, круто спускающийся в Кедронскую долину и находившийся по отношению к современному Сиону с Востока. Это очень маленькое по своей, на самом деле, площади такое место. И там, когда оказываешься, очень хорошо можно себе представить, как царь Давид выходил на балкон, который, или крышу, по обычаю, так сказать, жителей Ближнего Востока своего времени, в какие-нибудь там жаркие, наоборот, тенистые часы. И прямо под ним находился весь город, он видел всю жизнь своего города, благодаря чему увидел окупающуюся Версавию, которую суждено было стать матерью Соломона и, в общем-то, увлекся ее красотой, как мы знаем, из Священного Писания. То есть очень крутые склоны этого небольшого холма, тогдашнего Сионского холма, и доминирующая высота, вот этот кедровый дом Давида, с высоты которого он видел, как на ладони, буквально все, что происходило в этом, на самом деле, совершенно небольшом по нынешним меркам городке. Царь Соломон осваивает ту часть, которая лежит по направлению к северу от этого холма, на котором располагался первоначальный город Давида, и застраивает, собственно, ту часть города, которую мы сегодня знаем под именем Иерусалима, поскольку город Давида сейчас находится вне, собственно говоря, врат, крепостных врат известного нам старого города Иерусалима. Он как раз-таки застраивает вот это самое Мело, он застраивает вот эту гору, которую впоследствии называют горой Марианны, которой он строит храм. И, конечно, это строительство, оно поражает воображение современников и даже потомков. Равного ему нет, 600 золотых щитов, необычайно великолепные украшения ветхозаветного храма, который просто впечатляет каждого, кто оказывался рядом с ним, не говоря уже внутри. И от всего этого великолепия, как мы знаем, до нашего времени сохранилось одно маленькое гранатовое яблоко, вырезанное из слоновой кости. Вот это все, что осталось от того великолепия, которое когда-то создавалось усилиями и великими затратами царя Соломона. Он строит столицу совершенно по новому образцу. С одной стороны, это священный город, а с другой стороны, это тот город, которого прежде никогда не было среди прочих городов Израиля. Этот город является международной столицей. И одним из средств геополитики того времени, как мы знаем, является что? Является женитьба. И поэтому, когда царя Соломона сейчас вот как-то так упрекают в том, что он был чрезвычайно струбив, завел себе огромное количество жен и наложниц, там по каким-то, так сказать, сведениям, их там около тысячи, там 300 жен, 800 наложниц и так далее. Но вот, правда, Иосиф Флавий приводит более такую скромную цифру, там всего-то 80 жен и 300 наложниц. Но все равно даже, если учесть, что, так сказать, всего населения Иерусалима на тот момент составляло к 5, ну максимум 6 тысяч человек, то получается, что каждый пятый или шестой житель Иерусалима являлся либо женой, либо наложницей Соломона, что, конечно, скорее всего, все-таки является некоторым преувеличением. И, собственно, в самом Священном Писании по этому поводу имеется разночтение и разногласие. Скажем, книга про Липоменон намного более как-то так, в общем, сдержана в своих оценках таких, ну скажем, брачных аппетитов царя Соломона. Почему же царь Соломон действительно доводит количество своих жен и наложниц до такого невероятного числа, что они составляют собой, в общем-то, заметную часть, как, не посмотри, его великолепной столицы, население его великолепной столицы. И дело здесь не только, в общем-то, конечно, в том, что царь Соломон, как, в общем-то, ему впоследствии часто приписывают, имел такую вот слабость к женскому полу. Скажем, дело совсем не в том, что царю Соломону так уж прямо необходимо было каждый вечер своей жизни проводить с какой-то новой, не наскучившей ему возлюбленной. Это было требованием, во многом требованием того нового государства и той новой столицы, той новой политики, которую созидал Соломон, созидая свое великое единое царство. Ну, потому что что такое жена восприятия того времени? С одной стороны, конечно, да, женитьба для царя имеет значение священное. Мы знаем, что в представлении многих народов того времени, да и не только того времени, вообще-то такой традиционный довольно подход, благополучие и, скажем, плодородие земли, соответственно, благополучие государства во многом зависит от того, какой мужской силой обладает его правитель. И поэтому, когда он вступает в какой-то очередной брак, он этим доказывает, показывает свою ритуальную силу, как человека, способного вот этот цикл, этот процесс плодородия гарантировать, осуществить. То есть его брак, в общем-то, является во многом такой ирогами, священным браком. Это не просто его какое-то личное льковное дело. Это во многом, конечно, еще и священное действие восприятия, по крайней мере, языческом восприятии окружающих народов. Чем больше, в общем-то, у царя наложенность, тем больше он может вот эту свою мужскую силу проявить, тем, в конечном счете, лучше для всех. Но существует и один еще аспект, который как раз-таки ближе к той теме, которую мы заявили, темой геополитики. Фактически, женитьба – это один из таких очень доступных и понятных способов устанавливать международные отношения. Если мы посмотрим, да, и священные писания, и исторические примеры того времени, мы видим, что зачастую, да и намного даже более позднее время, чуть ли уже не нашего времени, мы увидим, насколько часто брак венчает собою какие-то международные соглашения или помогает их установлению. Хочешь подружиться со своим геополитическим противником, ну или, так сказать, просто соседом, заключи с ним брак. Это вполне такое понятное дело. И вот, скажем, внешнеполитическая деятельность царя Соломона была настолько обширна, что потребовало заключения большого количества браков со своими многочисленными соседями, среди которых были всевозможные мелкие аммарейские, хананские, хитиянские и прочие князьки, с одной стороны, а с другой стороны его внешняя политика на этом фронте достигает такого просто невероятного на самом деле успеха, как женитьба на дочери египетского фараона. Случаи, в общем-то, беспрецедентные и для истории Израиля, и для истории, в общем-то, древнего Египта, по большому счету. Как мы знаем, в общем-то, чаще всего династические браки Египта, они не выходили за пределы собственного семейного круга. Кровь фараонов Египта считалась священной, и, в общем-то, кощунственным было бы разбрасываться ею направо и налево. Мы знаем, что, так сказать, какой-то такой был эпизод в истории нового царства, последних, так сказать, тут масидов, когда вдова египетского фараона делает попытку выйти замуж за сына царя хетов. Но этот сын царя хетов даже не доехал до Египта, был убит в пограничном оазисе, неизвестно кем, после чего, в общем-то, никаких больше попыток породниться, естественно, не возникало. А тут вдруг царь Соломон получает себе в жены ни много ни мало дочь египетского фараона. Это, конечно, событие просто, в общем-то, прогремевшее на весь Ближний Восток, на всю тогдашнюю вселенную и не только в пределах царства Соломона, естественно, имевшее значение. Почему это, в принципе, произошло? Во многом это стало возможно благодаря тому, что в Древнем Египте на тот момент сменилась династия. Как раз-таки незадолго перед этим кончается царство не 21-й династии Египта и начинается царство не 22-й, которое называется Ливийской. Сын военачальника Ливийской гвардии египетского фараона понимает, что, в общем-то, зачем служить египетскому фараону, защищая его от всевозможных внутренних и внешних нападений, если можно с таким же успехом стать фараоном самому. Военная сила в твоих руках. Итак, не первый раз в истории Древнего Египта к власти приходит династия чужеродная по своему происхождению, династия ливийских наемников. На трон восходит фараон, известный как Шишонг I. Но в Библии также напоминается как Шишак и как Сусаким, тоже в разных вариантах перевода. Как ливиец он, естественно, совсем не был так же тесно связан теми же предубеждениями и теми же, в общем-то, переживаниями о чистоте египетской крови, которые были озабочены его многочисленные предшественники. Для него чисто психологически такой брак, в общем-то, был возможен. Он в первую очередь, если вот так вглядеться внимательно в эту очень важную, на самом деле, для того времени фигуру, был в первую очередь практиком. И выдавая замуж за Соломона свою дочь, он понимал, какими, в общем-то, серьезными выгодами это может обернуться в последующем. Ну, во-первых, ты имеешь свое полноценное дипломатическое представительство в чужом государстве. Ведь все вот эти жены, которые во множестве теснились у врат Иерусалима, они же, в общем-то, не просто, так сказать, это сидели где-то в каком-то там скучном гареме, коротая свое время за шитьем и ожиданием редких посещений своего возлюбленного и господина, за которого они вышли замуж волей своих державных отцов. Конечно, выглядело это совершенно не так. На самом деле, каждая такая жена, которая пребывала в Единое Царство, пребывала в его столицу Иерусалим, она была в своем роде такой главой или символом целого дипломатического представительства. То есть эта женщина привозила с собой целый штат. Ну, помимо своей, естественно, там обслуги, которую сейчас бы обозвали там какими-то там фрейлиными или камеристками, понятно, что при ней был собственный эконом, при ней был собственный, так сказать, чиновник для каких-то определенных связей. Ну, и в зависимости от того уровня, так скажем, могущества земного, которое занимало государство, этот штат мог быть, естественно, больше или меньше, но, в общем, мог вполне себе достигать достаточно внушительного числа. Не последнюю роль в этом штате занимал и жрец того божества или тех божеств, личный жрец, которого она привозила с собой, потому что, естественно, собиралась продолжать исповедовать ту религию, которую исповедовало ее государство, исповедовали ее отцы. Естественно, что вот это дипломатическое представительство под названием «очередная жена царя» занималось очень такой широкой деятельностью от, в общем, банального вулигарного шпионажа и постоянного, в общем-то, держания в курсе своего отечества до мелочей о том, что происходит на ее новой родине и до, в общем-то, конечно, серьезных мряжных таких планов и династических планов на то, чтобы ее потомок в какой-то момент занял трон этого государства. Ведь когда ты отдаешь свою дочь за царя другого государства, у тебя есть надежда не просто получить вес при дворе этого государя, но получить, собственно, в какой-то момент и наследника от этого брака. Общее такое дитя, которое вполне может, будучи с молодых ногтей и воспитано в духе лояльности своей матери и ее государства, в дальнейшем проводить ту политику, которая будет этому самому государству выгодна и на руку. Вот, собственно, с чем были связаны, как можно с большим основанием предположить, далеко идущие планы фараона Шишонка, когда он совершал вот такой нетрадиционный поступок, выдавая целую дочь египетского фараона за какого-то, ну, пускай и возвысившегося, но, в общем, по меркам Египта, племенного вождя в их представлении. Надежда на то, что когда-то во главе этой сильной и весьма, конечно, на самом деле мешающей ему империи встанет нужный человек, нужный человек, который вполне возможно окажется сыном Соломона и его дочери. И надо сказать, что дочь Шишонка, она, конечно, была, как сказать, на особом положении. Для нее был построен дворец, подобный дворцу самого Соломона, то есть он находился в пределах, собственно, самого Иерусалима, примыкал к единому вот этому дворцово-храмово-комплексу, который был построен как главная основа этого города, в то время как остальные жены, многочисленные, жили, собственно говоря, не в самом Иерусалиме. Если как-то представить себе топографию, географию святого города, то вот мы, находясь в центре, условно говоря, в старом городе, и глядя по направлению к югу, мы видим Кедронскую долину и три вершины Елеонской горы. На самом деле вот эта система гор, которые сейчас называются Елеоном, она состоит из трех вершин. Самый крайний скопус, где сейчас находится Иерусалимский университет, центральная часть, где доминирует колокольные монастыря Августа и Виктории и наша русская свеча Елеонского монастыря, это, собственно, и есть Елеон сам. А чуть-чуть подальше и чуть-чуть пониже по направлению к Вифлеему третья небольшая сравнительная вершина, которая называется горой поношения или горой разврата. По-английски она вообще часто называется скэндал, горой скандала. Вот на этой, собственно, горе скандала, на которой сейчас, в общем-то, с этой стороны видимой ничего особо примечательного нет, кроме бывшего католического монастыря Мезон дю Абрахам, французского дома Авраама. Вот там как раз-таки и находились вот эти резиденции жен Соломона. Вот весь этот дипломатический корпус других государств, которые выдали за Соломона своих жен и одарили его наложенцами, все они помещались там. То есть от Иерусалима их отделяла достаточно глубокое в этом месте Кедронская долина. Это было место цветущее, украшенное всевозможными маслячными садами и прочим. И это было место, с одной стороны, близкое к городу, самый, так сказать, ближайший его на тот момент пригород, сейчас это территория Восточного Иерусалима, вот, но в то же время живущая своей такой достаточно отдельной жизнью. Вот. То есть все остальные жены, они находились там в то время, как дочь фараона, она вот прямо, так сказать, фактически делила Соломоном его резиденцию, но имела свой, собственно, небольшой сравнительно кедровый дворец, подобно, как, собственно, имел свой дворец и царь Соломон. Эту, в общем, сногсшибательную женитьбу фараон Шишонг сопровождает весьма полезным даром. Он отвоевывает город Гизер или Газар, часто так называемый в Библии, который находится в долине Шфела, между Иерусалимом, возвышенной, как бы, горной частью и побережьем Средиземного моря. И, в общем-то, конечно, город этот традиционно своим хнаенским населением мешает Израиль, ну, в общем, торчит, как такая, скажем, кость в горле, здесь вот, находясь посреди торговых путей, и долгое время этот город не могут усмирить, взять, покорить. Вот в качестве такого брачного вена, такого подарка, фараон преподносит своему зятю ни много ни мало такой царский подарок в виде целого такого вот города. И этот город, Соломон, в виде, так сказать, такого ответного жеста, благодарности, он реорганизует и создает там один из так называемых колесничных городов, наряду с известным Мегидо, более известным как Армагеддон, где он тоже располагает свои силы боевых колесниц. Ну, и, собственно говоря, эти же боевые колесницы – это тоже плод вот этого необычайно выгодного династического союза. Царь Соломон получает в свои руки передовую боевую технику того времени. Он получает боевые колесницы египетского образца. Фактически на тот момент вся война ведется боевыми колесницами на всем пространстве Средиземного моря и Ближнего Востока. Боевая колесница – это главная ударная единица того времени. Это танковые, бронетанковые войска. Если у тебя есть боевые колесницы, ты можешь противостоять любому врагу. Если у тебя их нет, сяди за стенами, пока их не разобрали, а разберут их довольно быстро. Поэтому, собственно, в основном на осаду в то время не возлагают очень больших надежд, а все, в общем-то, такие серьезные военные столкновения совершаются в чистом открытом поле, где есть где разбежаться колесницам. До времен Соломона никаких практически колесниц в таком количестве и такого качества у царства израильского нет. По большей части израильтяне воюют в пешем строю своим привычным пастушским таким вот ополчением. Достаточно сказать, что, в общем-то, у недальнего предшественника Соломона в армии всего два железных меча. Это у царя Саула и его сына Иоаннафана. То есть, государство еще в бронзовом веке, в то время как при Соломоне оно решительно входит в железный век, имеет железное оружие, имеет боевые колесницы. Священное Писание говорит о том, что у Соломона было 1400 боевых колесниц. Это огромные силы, сопоставимые силами самого Египта и способные дать отпор любому государству того времени и, в общем-то, делавшее, конечно, царство Соломона серьезнейшим военным противником. То есть, и готовы бы, в общем-то, с ним разобраться, но у него есть, пускай не ядерный, но колесничный щит. Есть, так сказать, чем прикрыться и чем ответить. Это очень важно. И вот это как раз-таки та цена, которую тоже платит фараон за этот брак. Фактически, он усиливает своего противника. Трудно предположить, что он это делает вот так из чистого альтруизма, поверив в то, что Соломон будет навсегда ему таким верным другом, соратником, обласканным, такой небывалой милостью, как женить по на дочери фараона. Естественно, что фараон Шишонг создает всю эту военную и прочую силу не для кого другого, как для своего предполагаемого, ожидаемого внука, от плода вот этого династического союза. Он понимает, что у него, как у представителя Египта, огромный опыт вот этой большой игры, опыт, которого совершенно нет у этого только что появившегося, вылупившегося, странного царства с всего каким-то одним богом, который, в общем, уже даже поэтому представляет из себя что-то совершенно непонятное, неопределенное и опасное для всех остальных окружающих государств, царство, которое только что еще было диким и которое только что еще, так сказать, преодолело и внутренние смуты и постоянное отражение филистимлян, заявило о себе, но фактически является еще по сравнению с Египтом, ну, в общем-то, младенцем на этой геополитической арене, на арене вот этих игрищ, вот этих игр и многоходовых, в которых так искусны и владители Египта, и владители древнего междуречия, скажем там, нового илонского ассирийского царства. И естественно, что фараон надеется на то, что в какой-то момент он все это вернет. И, в общем-то, это и происходит, как мы видим в последующей истории царя Соломона, потому что царь Соломон по большому счету он, в общем-то, ввязывается в ту же самую геополитическую игру. Он в этой игре, как ему кажется, успешен, но это совсем не то, чего от него ожидает Господь. Не знаю, каким должно было быть развитие царства 12 колен Израиля, каким должно было быть преуспеяние этого царства земное в очах божьих, но, по крайней мере, совершенно очевидно, и это доказывается и показывается обличениями пророков библейского царя, что Соломон ведет это свое царство совершенно не туда. Он ходит не теми путями, которых от него ожидает Господь. Вступив на поприще этих геополитических игр, он теряет самое главное. Ну, так сказать, пригласив к себе вот такой штат жен и всей этой их обслуги, естественно, он вынужден бывает наносить им визиты дипломатической вежливости, он вынужден участвовать с ними в каких-то их развлечениях и в их богослужениях. Гора скандала покрывается сетью вот этих капищ, в которых совершаются служения тем культом, зачастую совершенно, так сказать, диким для нашего представления, для нашего уха, о которых, в общем-то, о деталях и особенностях которых Библия целомудренно зачастую просто умалчивает и не повествует нам о том, чем занимались в своих служениях представители этих народов. Мы имеем, так сказать, только какие-то зачастую намеки в Библии, которые открываются более ясно другими источниками археологическими или геологическими и зачастую открывается такая картина, что человеку воспитанному в христианстве даже как-то неловко ну как-то ее озвучивать слух того, что из себя представляли вот эти служения, эти жертвы и вот это с позволения сказать религиозная жизнь, которой предавались многочисленные жены княгини и наложенцы Соломона. И Соломон теряет самое главное, теряет самое важное, ради чего собственно создавалось это израильское царство, верность Богу, хождение, праведное хождение в путях его, то, что так отличало его отца, царя Давида. Царь Соломон, к сожалению, утрачивает, утрачивает под благовидным предлогом того, что ему нужно вести свою внешнюю внутреннюю политику, в первую внешнюю политику, в соответствии с теми принципами, с теми основами, на которых зиждилась она во всем тогдашнем, как сказали бы, цивилизованном мире. Вот это приобщение к цивилизации имеет дорогую цену, такую цену, которая обходится ну не Соломону, но его ближайшему потомству в общем-то очень такой тяжело оплачиваемый счет, фактически приводит к потере этой самой государственности, которую с такими трудами, с такими усилиями создавал Соломон. Ну и вообще, как казалось, его экономическая программа оказалась не слишком-то так сказать, практичной, сбалансированной. Царь, как это очевидно, и хотя бы даже просто из той поэзии, которой напитаны сохранившиеся до нас его произведения, вошедшие в состав священного писания, был безусловно натурой увлекающейся. И совсем, так сказать, пылом, совсем жаром этой своей увлекающейся поэтической, глубокой натуры, впечатлительной натуры, он начинал созидать одно, другое, третье, но утратив страх Божий, утратив чувство предстояния постоянного перед Богом, он лишается успеха и в земных делах. Ведь насколько внимательным было попечение Господа Бога о всех делах своего народа. Если даже, собственно, такая в нашем представлении невинная такая, как сказать, затея царя Давида как подсчет населения, в общем, имеющее вполне такое действительно практическое значение, нужно же знать, сколько у тебя населения, сколько тебе собирать с них налогов, оказывается неугодный Богу, поскольку не соответствует в глубине своей, в нравственной своей глубине, не соответствует тому образу смирения, перед которым должен еврейский царь предстоять перед своим Богом. Все, целиком, все, предавая в руки Божьи, в том числе и численность своего народа и собираемые с него налоги. Это совершенно иные отношения между Богом, между людьми, между народом, между царем, между властителем. И Соломон, конечно, увлекшись современными политическими технологиями, теряет самое главное, теряет вот этот мир в благочестии, теряет вот это содержание вот того царства, внутреннее содержание, которое должно было быть совершенно не похоже ни на одно из других царств. Он теряет уникальность пути своего государства. Думаю, что, если мы обратимся, так сказать, своим взглядом и на современность, на окружающий нас реалии, мы заметим, насколько часто все мы и отдельные государства, и правители отказываются, оказываются перед этим очень непростым выбором и отдельные люди, так сказать, сохранение собственной индивидуальности и собственных отношений с Богом или следование законам, нравам и технологиям мира сего, земное преуспеяние или предстояние перед Богом. Вот тот выбор, перед которым так нередко оказываются правители, да и рядовые граждане и современности, и глубочайшего прошлого. И мы видим, что, в общем-то, в конечном счете преуспевший в земной премудрости фараон Шишонг обыгрывает династию Давида, династию Соломона, ну, просто, как сказать, как младенцев за карточным столом. Очень многое, конечно, мы можем прочитать за строками собственно священного Писания, за строками этого повествования, которым оно наполнено. Мы видим, как это происходит в царствовании сына Соломона Раваама и его политического соперника Иераваама. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Д activists ,, если воприк� . нах